Вопрос следующий. Для чего нам повторять Махамантру Харе Кришна? Для избавления от страданий, для извлечения физических недугов или для проститления? Спасибо. Вообще, вот как раз следующий стих после того, который я процитировал, восьмой стих, векторное наставление как раз говорит о том, что повторение святого имени это упадыша сара, это суть всех наставлений. То есть надо повторять не для чего-то, не для избавления или ради очищения. Мы должны ее повторять, потому что это, можно сказать, наша Дхарма. Кришна Расварупа Хая Кришне Ранитя Даса. В Кали-Югу это предписанный метод Яги-Нан-Джапа Яги-Асми. Из всех жертвоприношений Яджапа говорит Кришна Багавадгити. То есть мы, конечно, может быть, у нас какие-то будут мотивы на первых порах. И в этом, на самом деле, нет ничего зазорного. Никто не приходит в наше общество честно преданным. Мы все в той или иной степени сакамы бакты. Но ответ на вопрос, для чего мы повторяем, для того, чтобы удовлетворить Кришну. Кришна радуется, когда мы воспеваем Святое Имя. Когда мы повторяем Харе, радуется Кришна. Когда мы повторяем Кришна, радуется Шимати Радхарани. Нет ни одного процесса, который хоть как бы сравнился с этим. Ничего рядом не стоит. Это ни с чем не сравнимый процесс духовной практики. И поэтому мы повторяем Святое Имя, чтобы Кришна был доволен. А значит, и мы станем счастливы. То есть это наша, так скажем, сварупа. В повторении Святое Имя. Так мы очищаемся, конечно. Можно перечислить сотни, тысячи целей, для чего можно повторять. И все они в той или иной степени будут ответами на этот вопрос. Но самый главный ответ, для чего мы повторяем, это чтобы Кришна был доволен. Вот основная цель нашего повторения. И это, по сути, самая главная наша практика. Все остальное вращается вокруг этого. Все исходит из этого. И главный обед, который мы даем во время посвящения, это повторять Святое Имя. Нет высшего обеда. Ни с чем не сравнимо. Вот так бы я ответил на ваш вопрос. Харик Кришна, дорогие предыдущие. Харик Кришна, примите наши поклоны. Это Нарайни Радхар. Это Манджарь Махима. И мы вместе занимаемся интернетом Киртиной на Валберес. Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс. Составили список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги. И первым оказался Валберес. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс. Там распространяется огромное количество книг. Только баговый гид, около 7 тысяч уже люди выкупили за полтора года. В целом распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды интернет-санки Киртиной. Мы поддержим низкую стоимость на Валберес, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цены на таком уровне, нам необходимо ваше участие. Если вы домохозяйка или вы бизнесмен, у вас нет времени, вы можете просто выкупать книги, и от вашего лица они будут автоматизировано распространяться на Валберес. Поэтому присоединяйтесь к нашей команде, становитесь членом интернет-санки Киртиной, и давайте распространять книги вместе.